Я крайне заинтересованно считаю, что литература сама по себе не существует. Поэтому на каждом занятии, так или иначе, даже если это не стоит на повестке дня, это как бы не обозначно, стараюсь показать некую связь, некие коммуникации между литературой как формой письменного отражения реальности и другими искусствами, и не только искусствами. Здесь очень важно, чтобы дети представляли себе место литературы вообще как формы общественного знания или общественного сознания, связь литературы и науки, связь литературы и производство новых идей. Как литература отражала эти новые идеи, как она влияла на них, и какие связи между всем этим происходили. И крайне важные такие занятия мы уже проводили, чтобы литература не была оторвана от реальной жизни, от того, что люди испытывали, ощущали каждый день. Поэтому мы иногда просто проводим занятия, такие занятия мы проводили, когда говорили о Пушкине, о Золотом веке, что представлялось собой, допустим, Пушкинский Петербург, как строились дома, какой они были высоты, как мастились улицы, как возникал городской ансамбль, как получали эти улицы имена. Поскольку здесь трудно отделить, что важно, что не важно, и возникает некое ощущение слитности жизни и литературы, когда для Пушкина, если мы говорим о Золотом веке, одно было немыслимо без другого, и одно перетекало в другое. Онегин существует не только в его тексте, не только в романе, он существует среди его собственных друзей, среди тех людей, с которыми он общался, и он, Пушкин, автор этого романа, знаком со своим героем, и даже рисовал себя и его вместе. То есть для него эта даль свободного романа, которую он видел сквозь магический кристалл, она представляла собой сообщающиеся сосуды. Вот эти сообщающиеся сосуды, крайне важно их показать, подчеркнуть, довести до сознания ребят, и надо сказать, что они к этому очень восприимчивы. Субтитры создавал DimaTorzok У нас художественная студия, в которой мы занимаемся рисованием и керамикой. Я, собственно, много лет веду такую студию. Но в последнее время нам стало интересно не просто так рисовать или пить, а сделать какой-то большой общий интересный проект, чтобы дети могли участвовать в разных художественных процессах. Например, мы начали с того, что решили поставить в этом году такую замечательную сказку, всем известную, «Маленький принц» и «Зупери». И подумать и по-своему решить такие проблемы, которые затрагивают и все периоды в этой сказке, как дружба и любовь. Там еще есть сильная тема смерти, скажем, которую мы решили не трогать, потому что как бы детская студия, и мы подумали, что это мы когда-нибудь потом будем думать. Поэтому наш спектакль скорее положительный в смысле эмоций, в смысле каких-то пониманий жизненных ценностей. Дети слепили головки всем куклам. Вот я показываю две куклы, например, «Короля-географа». Потом мы придумали некоторую конструкцию, на которой мы можем сделать костюмы. Обшили, сделали костюмы такие, по-моему, совершенно оригинальные, что нам самим даже нравится. Все это делали дети. Нарисовали большие декорации. Когда декорации? Значит, вот, например, вот декорация. Вот такая, называется «Мираж в пустыне». И дети, эти же дети, которые как бы из художной студии, они выучили роли, которые... Из пьесы, которую написала Ирина, наш режиссер, Ирина Фульмахт. И замечательно, выучив роли, уже мы приближаемся к спектаклю. И еще я хочу сказать о том, что осветители у нас также дети. И будет живая музыка, которую тоже будет исполнять девочка, 13-летняя девочка. Мы играем только два спектакля. Один в Алиадуме, второй в Иерусалиме. Поэтому приглашаем всех желающих спешить увидеть наш, как нам кажется, чудесный спектакль. У звучащей книги богатый и разнообразный репертуар. Стихи, проза, публицистика самых разных авторов времен и народов. Всего более 30 спектаклей. В прошлом году художница Итела Мастбаум в подарок в театру создала эмблему в виде распахнутой книги. Наша звучащая книга всегда распахнута для вас. Стихи, проза, публицистика самых разных авторов времен и народов. Стихи, проза, публицистка самых разных авторов времен и народов. Стихи, проза, публицистка самых разных авторов. Субтитры создавал DimaTorzok